Конечно, сейчас очень многие разделились мнения по поводу Крыма, Донбасса, Украины. И это понятно, что мы не владеем иногда частой информацией, которая могла бы объективно нам свое мнение выстроить. Мы многого не знаем, как происходило и что происходит. И когда люди высказывают свое мнение, мне кажется, что нужно относиться к этому с уважением. Какое бы оно ни было, нравится оно нам, не нравится, но человек может высказать то, что он думает. Вот это и есть на самом деле демократия. Никогда там душат, убивают, сажают тюрьмы за то, что ты что-то сказал. Да, пожалуйста, но не нравятся те, что мы взяли Крым. Ну хорошо, но нам нравится. И потом есть мнение большинства. И все равно человек будет действовать так, как большинство действует. И он подчинится мнению большинства, чтобы он не говорил. Большинство выслушивается, но есть интересы государства, бывшие интересы. А не одного человека. Поэтому, наверное, самое счастливое для человека – это разделять государственную политику, быть вместе со всеми, быть в течении реки, мировых течений и земных течений. И идти как бы в радости от того, что Бог дает. Уметь радоваться и принимать, что получается. Если так получилось сейчас, то, ну, конечно, это привело к таким столкновениям, все это понятно. Но, видимо, мы должны будем пройти через это. И поэтому я считаю, что пускай говорят, пускай все говорят, как они хотят, но надо понимать, что за свои слова надо нести ответственность. Потому что рядом с тобой есть люди, которые думают иначе. И, честно говоря, иногда можно получить и морду. Потому что, ну, что делать? Мы такие люди. Поэтому надо аккуратнее высказать свое мнение и как-то быть более, ну, скажем, внимательным друг к другу. А просто-попросту любить друг друга и позволять всем быть такими, как они есть. Ну, уж такой человек есть. Ну, что с ним сделаешь? И поэтому я все равно стою на позиции того, что все это рано или поздно поймется, все это разберется. И все равно мы все придем друг к другу. И мнения наши в одно сольются. Это не будет тоталитаризм. Нет. Это просто будет верное, единственное одно служение Богу, стране и людям. И когда мы это поймем, и каждый человек поймет, он обретет счастье в этой жизни. И тогда все соединится, небо, человек и земля. И не надо будет тратить энергию и свою единственную жизнь на то, чтобы с кем-то ругаться, кого-то ненавидеть, осуждать. Не судите, не судимы будете. И просто надо уметь принять. А все, что не делается, все делается, как прекрасный мой персонаж говорил в Дерсу Зала, к лучшему, в этом лучшем из миров. Поэтому все, что не делается, это делается к лучшему. Во славу будущего детей нашего, наших стран, наших стран. Вот и все. Хранит вас Бог, Александр Пятков. Я полетел. Субтитры создавал DimaTorzok